Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам рецепт абсолютно элементарной выпечки, которая придется по вкусу вам и вашей семье. Эти сочники я готовила для ребенка, они получаются и немножечко хрустящие, и очень сочные и нежные внутри. Очень легкое и простое приготовление и теста, и начинка, а получается очень вкусное лакомство к чаю. Давайте приступим, все очень просто, как всегда. Растопила я сливочное масло в микроволновке, добавила сюда сметану, сметана абсолютно не принципиально, какой жирности, добавляйте любую. Добавляем сюда сахар, и можно капельку ванильного сахара добавить. И также я сюда буду добавлять яйцо, если вы будете делать на полную порцию, то добавляйте целое яйцо. Так как я делаю на пол порции, мне этого будет достаточно, я белок добавляю к начинке, то бишь к творогу, а желток добавляю к тесту, так оно будет более песочным, более хрустящим снаружи. Теперь сухая составляющая, я просеяла муку в посудину, сюда же добавляю разрыхлитель и соду. Соду гасить не нужно, так как у нас в составе есть сметана, она и так погасит абсолютно замечательно соду. Перемешали жидкую составляющую, она стала однородной, такой глянцевой, красивой, и всыпаю сюда сухую. Начинаю перемешивать ложкой, потому что не люблю ковыряться в сыром тесте, когда она прилипает к рукам. Начинаю, начинаю перемешивать, я обычно сразу добавляю минимальное количество муки, и если тесто у меня получается немного липковатым, немножечко подпыляю мукой, чтобы не забить тесто, поэтому советую не добавлять сразу максимальное количество теста, поэтому и пишу 380-400 грамм. Тесто получается изначально вот таким мягким еще, но мы его сейчас отправим в холодильник, чтобы оно полежало минимум полчаса. Я эти все заготовки буду делать на ночь, точно так же поступлю и с начинкой, заготовлю все на ночь, и утром раненько, пока еще все будут дремать, я быстренько испеку, очень вкусное лакомство. В начинку, вы видели, я уже добавляла белок, добавляю сюда сахар, ванильный сахар, и буду добавлять сюда половинку банана. Он и закрепляет немножечко, как яйцо, собственно, и добавит немножечко такого интересного вкуса. Ребенку с бананом будет однозначно вкуснее. Перебиваю это все добро блендером, если нет блендера, можно хорошенечко истолочь вилкой. Если масса у вас вышла жидковатая, добавляйте сюда немножечко манки и немножко муки можно добавить. Это все по желанию, смотрите по консистенции, чтобы она у вас не плыла. Я это накрываю пленочкой в стык и отправляю в холодильник до утра. Утром вот у меня вот такое вот тесто плотное получилось. Минимально тесто нужно отправить в холодильник на полчаса, дальше с ним уже можно работать. Не обязательно это делать, конечно, за ночь, как я. Я просто, чтобы утром не возиться, поэтому сделала это на вечер. Раскатываю я тесто между пакетом. Можно, конечно, припыляем мукой раскатывать, но чтобы не забывать тесто, я буду раскатывать именно так и вырезать уже из него шарики. Точнее, не шарики, а кружочки. Вот такой вот формочкой я буду вырезать. Где-то около 10 сантиметров в диаметре будут мои сочники. Можно разрезать тесто, просто раскатать его колбаской и нарезать как на вареники и раскатывать каждый кружочек отдельно и так делать. Но так вырезая кружочки, они получаются более одинаковые. Мне так нравится больше. Перемешаю свою начинку, которая у меня стояла. Манка в ней немножечко набухла. Выкладываю наполовинку. И второй половинкой теста накрываю. Сверху тут я присыплю маком, можно кокосовой стружкой и отправляю их в духовку. Смазывать я ничем не буду, так как буду присыпать сахарной пудрой. Отправляю в духовку, разогретая духовка на 180 градусов, где-то на 25 минут смотрите, чтобы они немножечко подрумянились у вас сверху. Затем присыпаем сахарной пудрой, ждем пока остынут и приступаем к чаепитию. Все очень просто и вкусно. Обязательно попробуйте такой рецепт и не забывайте же, конечно, поставить пальчик вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!